Приветствую вас. В своем запросе вы пишете о том, что мама лезет постоянно вашу личную жизнь, допрашивает вас вплоть до самых мельчайших деталей. Вы приводите кусочек диалога, его я цитировать не буду. И вы пишите, что понимаете, что это переживание, но не настолько шея, причем как раз такое, если бы ты попробовался, уже действительно надоело. Бывает до слез даже. Непонятно, правда, датчики их и до ваших, или до слез мам. Вроде бы мелочь, но в то же время довольно важный, как мне кажется, аспект. Дальше. Собственно, спрашиваете вы о том, как, ну как вообще говоря, донести до мамы, значит, то, что это чересчур контроль вашей жизни? Ответ, пожалуй, будет довольно банальный. Никак, потому что свою маму вы, скорее всего, не переделаете. Но вы можете, в общем-то, не реагировать на ее сообщение вот так, как вы реагируете. То есть вы можете по факту изменить, изменить своё отношение, вот, вы можете изменить, в принципе, свой подход к взаимодействию, к своему взаимодействию с мамой. Вот. И, на мой взгляд, тогда у вас появится, ну, вот, определённый шанс, что она изменит своё поведение и своё отношение. Потому что, когда вы заблокируете здесь, ну, вот, доступ к такому способу с вами взаимодействовать, вот, то, на мой взгляд, ситуация, в общем-то, у вас будет гораздо приятнее. Вот. Сейчас, в целом, я понимаю вас и понимаю, что вам, в общем-то, не нравится. Вот. То есть это, по сути, работа с личными границами. Вот. На мой взгляд, это работа именно вот с личными границами и, значит, ну, научить вас конструктивному мышлению, мне кажется, конструктивному мышлению и общению, мне кажется, является первой очерёдной задачей психолога. Кроме того, как правило, такой вот такой вот, ну, протокол, как правило, приказывающий мама, человек имеет, как бы, достаточно заниженный уровень опоры на себя, к сожалению, и где-то в глубине души, может быть, не то, чтобы хочет, но позволяет, в данном случае, своим родителям вести себя по отношению к нему вот таким образом. Вот. Это общие картины. Ситуация, в принципе, может быть разный. Вот. Я думаю, что вам нужна, так или иначе, терапевтическая помощь для того, чтобы вы разобрались в себе, научились выстраивать лишние границы, посмотрели, что у вас к нам. Потому что мне показалось, что у вас есть в ней какие-то подавленные чувства. Например, слух. Вот. В принципе, так. Я думаю, можно ответить вам на мой вопрос. Ещё раз повторюсь, поменять, что у вас не получится, вы можете изменить себя, изменить ваша мама. Такая система справедлива для любого типа отношений. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Продолжение следует...